Анастасия Красова В Сахалинской областной детской библиотеке прошел четвертый по счету фестиваль семейного чтения «Книжный парк». На первом дне событий побывал я, Яков Морозов, и об этом расскажу вам через несколько минут. Сахалинская область Выборы президента России официально завершены. Сейчас продолжается подсчет голосов. Согласно предварительным данным Сахалинской области явка составила почти 79%. Была организована работа четко, аккуратно, безопасно. Не было ни одного замечания, не только юридического. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то из тех, кто пришел отдать свой голос, имели какие-то неудобства или какую-то неорганизованность. Да. Значит, своего рода мы поставили рекорд по явке. Жители нашего города показали высокую явку. Друзья, я благодарен каждому из вас за активность, сознательность, за готовность выразить гражданский долг. Вы сделали свой выбор в пользу сильной и непобедимой страны. Сегодня состоится заседание областного избиркома, на котором подведут итоги по островному региону. Данные направят в ЦИК. И уже в ближайшие дни центр избирком огласит огончательные итоги трехдневного голосования в целом по стране. Свои голоса на выборах главы государства в островном регионе отдали сотни тысяч избирателей. Сахалинская область, как и Дальний Восток в целом, продемонстрировали один из самых высоких показателей по явке избирателей. Что говорит о большом интересе жителей к будущему страны. Как голосовали острова, знает Анастасия Красова. Один из самых первых на избирательном участке губернатор Сахалинской области. По словам Валерия Лимаренко, сегодня люди голосуют не просто за президента, а за будущее своей страны. Голосуют за Великую Россию и за развитие Сахалинской области. Всех жителей Сахалина и Курил призываю прийти на участки в течение этих трех дней и отдать свой голос за нашу победу. На протяжении всех дней выборов на участках можно было увидеть тех, кто реализовывает свое избирательное право. Альберту Кирсанову совсем недавно исполнилось 18 лет, но молодой человек уже решительно отстаивает свою гражданскую позицию. Его первые выборы в жизни – событие историческое для всей страны. Вместе с Альбертом президента выбирает весь Южно-Курильск. Альберт, ты впервые сегодня голосуешь именно на выборах президента Российской Федерации. Вертиральная комиссия поздравляет вас. Эти выборы президента стали семейным праздником. В Ногликах на участках очень много семей. Взрослые рады показать подрастающему поколению, как устроено демократическое голосование. Мы сегодня пришли голосовать всем семьей. Привезли внука. Внук наш поддерживает нашего президента. Посмотрели, как проходит голосование. Ну и, естественно, мы свои голоса отдали за нашего президента. Я был за занавеской, посмотрел, как бабушка и дед ставят галочку за нашего президента. То, что наша страна многонациональная, подчеркивают и посетители избирательных участков. Федор Мыгун пришел на голосование в национальном нарядном костюме коренных народов Севера. Как признается сам Сахалинец, для него это событие – настоящее торжество. Голосовать, естественно, важно. Это же выбор нашего руководителя, президента на предстоящий период, 6 лет. И поэтому от выбора будет зависеть направление развития нашего государства. И поэтому каждый гражданин, который имеет право голоса, необходимо, так сказать, проявить себя. В Северокурильске метель не помешала влюбленным не только узаконить свои отношения, но и отдать свои голоса за будущее страны. Первое семейное решение приняла и Чита Кирьяновых из областной столицы. Ксения и Алексей в этот день не только создали ячейку общества, но и заявили о своей гражданской позиции. Поэтому, обменявшись клятвами, кольцами и поцелуями, ребята направились на избирательный участок. Мы гражданин из своей страны, мы с ней всю жизнь живем. И, как правильно сказать, что мы здесь живем, мы россияне, мы должны голосовать. Не первые были уже, выборы всегда, в принципе, голосовала, по мере возможности. Было, что не получалось в связи с занятостью. Политологи отметили высокую явку в Дальневосточном федеральном округе, которая побила рекорд 2018 года. В ходе президентских выборов 2024-го граждане показали высокую вовлеченность в политическую жизнь страны. Убедительная победа нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина – это результат сплочения нашего общества и показатель всенародного доверия к курсу президента. Хочу от всего сердца поблагодарить моих земляков, сахалинцев и курильчан, которые задали очень высокую планку гражданской ответственности для всей нашей большой страны. На протяжении трех дней «Островной регион» показывал высокую активность избирателей на выборах президента и занимал лидирующие позиции среди других субъектов. Анастасия Красова, телекомпания ОТВ. Представители общественных и волонтерских организаций подвели предварительные итоги трехдневного голосования. В течение нескольких месяцев была проделана огромная работа по предвыборной кампании. Все участники отметили большое количество заинтересованной молодежи. Собирать подписи – это было не всегда просто, но они очень стойко. Все это кто-то ногами проходил, кто-то в торговых центрах людям объяснял, зачем и почему. Делали это очень аккуратно. Здесь дежурили, потом начались обращения, ребята участвовали в акциях в поддержке. Я очень внимательно наблюдала за тем, о чем говорили избиратели. И интересно, что многие говорили о том, что это ответственно. То есть, наверное, впервые так активно произносили это слово и понимали, что выбирают будущее своей страны. Общественные наблюдатели также отметили, что грубых нарушений со стороны избирателей в течение всех дней голосования замечено не было. К другим темам. Корсаковский городской округ в этом году ожидают большие перемены. Начнутся работы по модернизации порта. В районном центре откроется отделение палеотивной помощи, а в селе Соловьевка новый дом культуры с библиотекой и зрительным залом. Об этом стало известно в ходе поездки губернатора Валерия Лимаренко в портовый город. Подробности далее. Корсаковские власти объявили войну обшарпанным подъездом. В своей поездке глава региона проверил ход работ в одном из домов по улице Советской. Здесь побелили и покрасили стены, обновили почтовые ящики, убрали провода и установили информационные доски. Хотим вам сказать большое спасибо. Наш двор, наш подъезд. У нас сейчас компания, качественный ремонт идет. Мы так рады, мы так довольны, что нас взяли. Это компания Сакура. Очень довольны. Еще один важный объект – корпус палеотивной помощи. Это отделение, где будут находиться пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Двухэтажное здание находится в высокой степени готовности. Сейчас на площадке идет внутренняя отделка помещений, прокладка кабелей, монтаж охранной и пожарной сигнализации, установка дверей и окон. Подрядчик заверил, что корпус сдадут к 1 июня. Основная работа – это внутренняя отделка. Мы туда сходим, посмотрим. Благоустройство, которое начнется там, думаю, потепляет с начала апреля. Валерий Лимаренко также проверил ход строительства современного учреждения культуры в Соловьевке. Все работы ведут в рамках национального проекта «Культура», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Объект площадью более 800 квадратных метров строят на месте старого деревянного здания, которое прослужило сельчанам 65 лет и исчерпало свой ресурс. Здание ДК уже возвели. Идет монтаж внутренних инженерных систем и подготовка фасадных работ. В этом году начнутся строительные работы в рамках модернизации Корсаковского порта. Это реконструкция гидротехнических сооружений, строительство объектов по переработке рыбной продукции. Дно углубления позволит принимать суда с большой осадкой. Отремонтировать текущим ремонтом все дворы и взяли повышенное обязательство сделать 15 дворов капитальным ремонтом. Такого в истории Корсаковского района не было никогда. Фактически мы строим портубежища глубоководные, которые будут принимать океанские корабли. А значит будет развиваться промышленность на Сахалине и в частности в Корсаковском районе. Как доложил мэр Александр Ивашов, большое внимание уделяют газификации. В этом году в райцентре будут введены в строй три котельные на голубом топливе. Это позволит снизить затраты, а главное воздух в городе станет чище. Данил Порошуков, Евгений Коньков, телекомпания ОТВ. На Сахалине с размахом отметили Масленицу. Местами празднования стали центральные площади и скверы во всех районах острова. Традиционно главной площадкой проводов зимы стал городской парк имени Гагарина. Жители и гости областного центра смогли принять участие в русских народных забавах и отведать блины. Все подробности в сюжете моего коллеги Владимира Ильина. Веселые песни, русские народные забавы, конкурсы и танцы. Сахалинская область – одно из первых в стране празднует Масленицу. Традиционно с большим размахом. Прямые трансляции и ролики с гуляниями уже успели поразить зрителей далеко за пределами региона. А вы по видеосвязи разговариваете? Да. Ну-ка давайте вместе поздравим. Так, кто тут у нас? Поздравляем вас. Я там спи. Поздравляем вас с праздником. Доброе утро. Точнее у нас уже вечер. Откуда у вас мама? С Амарской области. Ну как вам в целом городской парк, организация праздников? Очень здорово. Самое главное событие сегодня знаете какое? Масленица. А здесь что? Дождетесь? Конечно. В народном славянском календаре праздник символизирует границу зимы и весны. По традиции на протяжении масленичной недели принято готовить блины. Желательно в окружении родных и близких. Торжество развернули сразу на нескольких площадках. Развлечения найдет и старый млад. Апогей мероприятия – сожжение чучела. Для нас, для рыбаков, всех, будет счастье, что начнет сходить лед, сходить лед, будет ледоход полный. И, наконец-то, рыбаки могут повоить на спиннинг. А, у тебя масленица ассоциируется с рыбалкой? Да. А дома с родителями как обычно отмечаете масленичную? К нам приходит бабушка, домой едим блины. А как думаешь, что сегодня самое-самое интересное в парке будет? Бабы сжигать будут. Настроение очень праздничное. Блины, встречи с друзьями, с близкими. Вот вчера встречала зятя своего, пекла блины. А сегодня пришла посмотреть на русский народный хор. Ну а после главного действа жители и гости смогли продолжить гуляния. Развлекательные программы в городском парке продлились до позднего вечера. Владимир Ильин, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. С 18 марта у православных верующих начинается Великий пост, который продлится по 4 мая. Он предшествует одному из главных церковных праздников – Пасхе. Великий пост, в первую очередь, для православного человека это очень радостный момент. Все православные люди, особенно кто ходит в храм, придерживается церковных правил всех, они очень ждут этот пост. Пост – это духовная весна. Пост – это не только ограничение в пище, а в первую очередь это когда мы отсекаем себя от различных каких-то ненужных нам пристрастий, каких-то развлечений, каких-то таких сиюминутных вещей, на которые часто человек разменивает свою жизнь. В этот период не только рекомендуют придерживаться ограничений в еде, но и провести особую духовную работу над собой и своей жизнью перед большим и светлым праздником Пасхи, который будет отмечаться 5 мая. Владимир Путин в пятый раз побеждает на президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитполов и предварительные результаты голосования. Как работали избирательные участки в островном регионе, были ли нарушения и почему наша область показала рекордную высокую явку, нам рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Завершилось трехдневное голосование на выборах президента России. Какие основные итоги вы можете подвести? Компания прошла достаточно спокойно. Каких-либо жалоб, обращений от избирателей о нарушении их избирательных прав к нам в период компании не поступало. Компания прошла при достаточно высокой явке избирателей. То есть интерес избирателей очень высокий к этой компании. Мы объясняем это прежде всего тем, что, ну, во-первых, конечно, за шесть лет это самая важная кампания в жизни страны, в жизни наших избирателей. Ну и кроме того, центральная избирательная комиссия вместе с нами, с избирательными комиссиями субъектов на территории Российской Федерации реализовывался проект «Информ УИК», информационный УИК. В рамках этого проекта наши члены участковых комиссий посетили все 190 тысяч домовладений, квартир, домов, где проживают наши избиратели. Принесли информационные материалы, уточнили списки проживающих, уточнили потребность или желание голосовать на дому, чтобы, соответственно, выездная урна прибыла к ним и организовали такое голосование на дому. Мы проинформировали о возможности воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», то есть прикрепиться и проголосовать на любом удобном участке, если человек в дни голосования будет находиться далеко от своего избирательного участка. То есть была проделана значительная работа по информированию избирателей, что, на наш взгляд, тоже сказалось на явке, на высокой. Были ли какие-то нарушения или, может, нештатные ситуации? Нет, нештатных ситуаций у нас не возникло. Мы к каждой компании очень серьезно готовимся к системе избирательных комиссий Сахалинской области. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами, которые обследуют все наши помещения для голосования на предмет антитеррористической защищенности, с органами пожарного надзора, которые также обследуют все помещения на предмет соблюдения правил и норм пожарной безопасности, все прошли совместные тренировки членов участковых комиссий, как действовать в случае возникновения той или иной черчайной ситуации. Поэтому вся наша система избирательных комиссий была готова, но вот к нашей радости никаких черчайных ситуаций не возникло. Эти навыки нам не понадобились в ходе данной кампании. Все-таки голосование было три дня. Какой из дней был самый активный? Ну, на наш взгляд, конечно же, самый активный день был первый. Это 15-е число, пятница. У людей была возможность сразу после работы, может быть, где-то в обеденный перерыв, где-то были сокращенные трудовые дни рабочие посетить свои избирательные участки. И вот именно в первый день мы отмечали достаточно высокий наплыв избирателей на избирательные участки. В Сахалинской области рекордная явка. С чем вы это связываете? Действительно, явка составила 78,92%. Это более 292 тысяч наших избирателей. От 370 тысяч посетила избирательные участки или проголосовала иным образом вне помещений для голосования. Ну, как я уже сказал, мы полагаем, что здесь и высокий интерес все-таки компания по выборам президента и наша значительная работа избирательной системы именно по информированию наших избирателей о месте, времени и порядке голосования на этих выборах. Были, у нас использовались дополнительные формы голосования. Это голосование избирателей, которые находятся или проживают в населенных пунктах или иных местностях, где отсутствует избирательный участок и транспортное сообщение, с которыми затруднено. Так называемое. То есть помимо выездного голосования надомного, вот есть еще такая дополнительная форма голосования, где граждане могут также проголосовать. В основном это трудовые коллективы, какие-то угольные разрезы, бригады рыбаков, бригады строителей, которые делают или участок дороги, или лэп, или газопровод прокладывают. Когда мы узнаем окончательные итоги? В самое ближайшее время мы подведем, вот сегодня в час дня состоится заседание избирательной комиссии Сахалинской области, где мы подведем окончательные итоги по Сахалинской области. Центральная избирательная комиссия собирает протоколы итоговые со всех субъектов. И я думаю, что в ближайшие дни тоже будет официальное заседание Центральной избирательной комиссии, где будут подведены итоги в целом по стране. Павел Викторович, я благодарю вас за беседу. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Сахалинские специалисты получили полезные знания на фестивале, семейного чтения «Книжный парк». Четвертое по счету мероприятие собрало более 60 педагогов и библиотекарей. Его посвятили 190-летнему юбилею великого российского ученого Дмитрия Менделеева. Приглашенные гости поделились опытом и презентовали свои издания. На первом дне фестиваля побывал мой коллега Яков Морозов. Каждый день расписан поминутно. Сегодня в Сахалинской областной детской библиотеке открытие фестиваля семейного чтения «Книжный парк». На этот раз организаторы решили посвятить мероприятие научно-популярной литературе. О полезности этого жанра говорить не стоит. А вот насколько он будет интересен юному читателю, выясняли собравшиеся гости. Может быть, это не такой массовый жанр, как художественная литература, но мы решили, что наука – это интересно. Наука – это тоже про чтение. Без чтения невозможно никакая наука, без знаний. И хотим показать все многообразие форм и научной, какая у нас сейчас литература издается, научно-популярная. Мудрые науки, без назидания и скуки – один из главных тезисов фестиваля. Первый день для взрослых. Среди слушателей – люди, которые увлечены литературой и популяризацией чтения. На разных локациях – учителя школ и островные библиотекари – слушают лекции приезжих современных авторов. А те, в свою очередь, делятся своими мыслями и опытом. Я стараюсь писать так, чтобы было интересно взрослым и детям, потому что я пишу о том, чего сам узнаю, как взрослый, и хочу это рассказать и ребенку простыми словами. Поэтому писать для детей и взрослых, мне кажется, еще сложнее, чем писать отдельно для детей и отдельно для взрослых. Но я не боюсь трудностей. С двумя чемоданами книг и желаниями поделиться бесценным опытом на остров приехала Хельга Потаки – современная детская писательница, краевед, педагог и по совместительству директор по развитию детского издательства Настя и Никита прибыла на фестиваль с грандиозными планами на будущее. Конечно, знакомство, общение. У нас в планах еще много интересных книг. И сейчас готовится книга по Курильским островам, готовится книга по Сахалинской области. И поэтому мне очень важно познакомиться со всеми людьми, для того, чтобы мы вместе создавали лучшие книги для детей. После образовательных лекций и семинаров состоялось открытое обсуждение тем интенсивной программы фестиваля. Участники обменялись мнениями и определили векторы дальнейшего развития. Яков Морозов, Сергей Саликов, телекомпания ОТВ. Сильнейшие спортсмены страны приняли участие в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту. В Южно-Сахалинск съехались участники из Московской, Ленинградской, Мурманской, Калужской, Магаданской и еще десятка областей. На торжественной церемонии гостей принимал губернатор Валерий Лемаренко. К мероприятию присоединился и мой коллега Владимир Ильин. Мороз, солнце, песни и танцы. Областной центр радушно принимает гостей. Хотя многие давно чувствуют себя здесь, как дома. Большинство приезжих спортсменов на горном воздухе не в первый раз. За последние пять лет горнолыжный комплекс не раз подтверждал статус международного. Мы делаем все, чтобы быть центром зимних видов спорта. Вообще Соколин и Курилы – это спортивный регион. Здесь две трети населения постоянно занимаются физкультурой и спортом. И мы будем всегда первые в России. Пусть победит сильнейший. Лучшие горнолыжники страны хорошо знакомы с трассами. Олег Фураев представляет Горноалтайск. Регулярно посещает Сахалин, чтобы поучаствовать в соревнованиях и просто потренироваться. В этом году горнолыжник заявился сразу на три состязания. Кубок России и чемпионат России. Там представляются все возраста, все регионы. Мужчины и девушки. А первенство – это до 21 года. Мне 19 лет, я выступаю везде и в Кубке России, и в чемпионате, и в первенстве. Прошел у нас один Кубок России, сегодня прошло первенство, и завтра чемпионат. И потом финала Кубка. Вчера на Кубке шестой, и сегодня на первенстве второе место. Гости знакомы с трассой хорошо, но островные спортсмены знают ее как свои пять пальцев. Софья Крохина в горнолыжном спорте с пяти лет. Лучшая мотивация для нее – причастность к мероприятию такого масштаба. Такой мировой уровень, потому что привлекают людей. Очень много к нам приезжают, чтобы готовить наши трассы. Приезжают, чтобы нас смотреть. Еще сейчас делают новые фишки, что нас показывают. По телику это вообще очень приятно. Классно, когда могут посмотреть родственники, когда мы сами можем на себя посмотреть, а еще другие люди тоже. Призерами чемпионата стали Виталина Гирина из Московской области. На втором месте – представительница Камчатского края Юлия Плешкова. А замкнула тройку лидеров – москвичка Екатерина Ткаченко. В первенстве среди юниоров медаль высшей пробы завоевал Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга. Серебро взял Олег Фураев, бронзу – Семен Челмакин из Челябинской области. Владимир Ильин, Марина Пивоварова, телекомпания ОТВ. Считанные секунды до окончания игры. И вот он, решающий мяч, который залетает в корзину, а трибуны буквально взрываются. Команда юношей из Южно-Сахалинска впервые за всю историю чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» одержала победу. А в перерыве между играми для восходящих звезд провели дружеский матч с участием олимпийских чемпионов. Алина Достаева продолжит. 16-летняя Алина еще не определилась, на кого будет поступать. Но уже точно знает, что баскетбол в ее жизни надолго. В планах у нее продолжить играть в университетской лиге. И для этого у девушки есть все данные. За пару лет занятий она уже попала в сборную Хабаровского края и играет на усиление. Сегодня в составе команды «Дети Кэс» она принимает участие в звездном матче. Это на самом деле очень интересный опыт. Организаторы большие молодцы, что придумали такой матч. Это прямо очень прикольно. То, что такие личности пришли, тоже очень интересно. Потом, я думаю, после матча еще получится с ними сфотографироваться. Может быть, даже пообщаться. Специально для ребят на турнир пригласили настоящих звезд баскетбола. Олимпийские чемпионки Светлана Антипова и Ирина Сумникова, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко провели для них обучающие мастер-классы. Юношам и девушкам показали лучшую технику владения мячом. Ну а перед главным финалом соревнований звезды устроили дружественный матч. Видим только по телевизору таких людей, когда ты считаешь, что это вроде что-то такое наверху входящее, а здесь бок о бок, одним потом, мазаны, бегают. Дети, конечно, видно, что первая пятерка вышла, ноги дрожат, руки не слушаются. Однако спустя время, разыгравшись, ребята показывают свой уровень. И счет уже идет почти вровень. Юные чемпионы выкладываются по полной, ловко увиливая от противника и все чаще забрасывая мячи в корзину. И можно, как говорится, за счет труда и всего этого достичь, каких-то высот именно спортивных. Но это относится, наверное, к любому, как говорится, поприщу, потому что если ты что-то делаешь, как говорится, с душой, с любовью, к чему устремлен, оно всегда получится. Игра получилась очень эмоциональной. На трибунах активная группа поддержки. Каждый получил бесценный опыт, заветный автограф и фотосессию с теми, на кого равняются. Алина Достаева, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова